Как подключить диск к компьютеру? Это что за диски такие? Ой, как много здесь дисков-то? Откуда эти диски? Это мои операционные системы, друзья, которые я устанавливал. Вот они все. Сколько здесь много дисков? И это все диски. Я хочу научиться подключать эти диски к своему компьютеру, друзья. Как подключить диск к компьютеру? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с вами ИСИТ-Смарт. И в этом видео мы рассмотрим установку, не установку, друзья, а подключение диска к компьютеру. Обычные CD-R диски, DVD-R диски. Мы будем подключать диски к компьютеру, к нашему современному компьютеру. Как он подключается, я не знаю. И вы, наверное, тоже не знаете, как эти самые диски подключаются к нашему компьютеру. Вот эти самые диски, друзья. Давайте научимся подключать эти диски к компьютеру. Ведь многие не знают, как подключаются эти диски. Здесь есть еще вот такие вот диски, друзья. Это лицензионные диски, которые я покупал. Жизнь называется. Это был домиджер, есть кто не смотрел, тот знает. Это всемирная литература и такие идут диски. Как подключить эти самые диски, друзья? Ведь многие не знают. И я сам не знаю, как подключаются CD-R диски на 700 мегабайтов, DVD-R диски на 4,5 гигабайтов, а также двухслойные, двухсторонние. Там я не знаю, какие-то диски. Давайте попробуем их подключить к нашему компьютеру. Давайте. Вот наш компьютер. И на этот самый компьютер сейчас я подкручу диск. Как подключиться? На монитор вы не подкручите, это сразу ясно-понятно. А куда мы его подкручиваем? К нашему системному блоку. Если мы приглядимся к нашему системному блоку, то здесь должен быть диск, подключается через дисковод. Да, это же правильно. А здесь нету. Где здесь дисковод? Его здесь просто нету. А как? Как мне его теперь подключить? Ведь это, друзья, диски. Они устаревшие диски уже. DVD-R. Как их подключать теперь? Здесь отсек есть. На этот отсек нужно поставить дисковод. А какие дисководы бывают? Дисководы бывают обычные. Обычные компьютерные дисководы. DVD-ROM называют. CD-ROM. Дисковод. Ну как? Не знаю. По-другому. Вот такие обычные. Вот такие. Саташные. Или старые. Идеешные. Его нужно сюда воткнуть. И тогда мы можем учитывать все наши магнитные диски. А что мне делать? Вот как мне теперь их подключить, эти диски? Я же не знаю его подключать. Компьютеру нужно его подключать. Вот задача, друзья. Теперь я не знаю, как его подключить. И вы, наверное, не знаете. Но если у вас компьютер есть, и этот дисковод есть, вы уже подключите его. А мы сейчас подумаем, как его подключить. Для того, чтобы подключить вам диск, диск вам подключить, вам понадобится дисковод. Внешне хотя бы USB-шный дисковод, который можно подключить по разъему USB. Потому что дисководы вымерли и приходится обходиться вот такими вот устройствами, внешними USB-дисководами. Они стоят недорого, поэтому можно их приобрести и будут хорошие альтернативы, если внутренний дисковод ушатался там. Он не считывает головкой проблемы. Поэтому давайте мы приступим к нашей, к нашей подключению дисковода. Ай, блин, сломал что-то там. Так, подходим сюда. И теперь нам нужно сесть за стул. Всё, передвигаем. Включаем наш компьютер. Вот эти дисководы, они не считывают нормально. А вот этот более-менее, это ноутбучные дисководы такие, по USB-шке можно подключить. Подключаем этот дисковод по USB. Вторую сторону тоже подключаем. Обе стороны по USB подключаются. А теперь, после подключения открываем дисковод. И вот так вот, внутрь, видите, вот в этот дисковод диск вставляется, круглый диск. Диск может быть двухсторонний, может быть, односторонний, может быть, двухслойный, может быть, разного объёма, может быть. Теперь смотрим на наш компьютер. Откроем компьютер. И здесь появился дисковод. Не знаю, какой их здесь. Вот, скорее всего, вот этот или вот этот. Вот этот, скорее всего. Теперь, теперь из этих дисков нам нужно выбрать, какой мы диск хотим подключить. Два диска вы подключить не сможете. Давайте я сейчас... Ой, блин, упал что-то я. Можно подкрутить вот такой вот лицензионный диск. Жизнь называется. Можно его подключить. Можно подключить вот такой вот диск. Ой, блин, что здесь два диска, что же второй диск, непонятно. Вот, видите, здесь двухсторонний диск. Вот, одна сторона и вторая сторона есть. Есть двухсторонний диски вот такие вот. Я сейчас хочу лицензионный диск проверить, как он будет работать. Можно операционную систему, можно скопировать. Теперь подходим к нашему дисководу. Аккуратно. О, ау. Вот, видите диски? Вот, мы этот диск вот раскиваем. И идём к нашему дисководу. Вот сюда, сверху мы его вот так аккуратно вставляем. Смотрите, до конца его выставьте. Ну, давай. Закройся, вот. Вот, я его до щелчка отсюда закинул вот так. И теперь вот так лоток передвигаю. И вот, вот так вот до щелчка. Теперь дисковод начинает считывать. И мы ждём, когда винда определит его. Теперь поднимаемся, смотрим. Итак, вот что-то появилось. Дисковод. Здесь в дисководе вот у нас DVD CD RV называется. Теперь мы можем воспроизвести DVD фильм. Он сразу автозапуск появился. Воспроизвести DVD фильм. Обновление проигрывать любилось. И не надо его. И вот наш диск запустился, друзья. Чёрт возьми. Ну, чё ты так на полный экран не даёшь? Просмотр смотрим. Вот и всё, друзья. И наш фильм запустился. Вот таким способом подключается диск к нашему компьютеру, друзья. Через дисковод. Через внутренний дисковод, который у нас есть. Можете такой приобрести, тоже недорого стоит. Или внешний USB CD-ROM. Сидюк, дисковод, привод. Вот такой вот привод. Вы с помощью него только подкручите диски. По-другому вы эти диски не подключите. Подключается только с помощью дисковода. Надеюсь, вы теперь будете знать, как подключить диск к компьютеру. Диск. Ты, мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму ещё видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.